Привет! Сегодня мы поиграем в игру под названием Мунлайта, игра в жанре экшен-рпг с элементами рогалика. Главный герой, который Уилл, отважный торговец, тайне мечтающий стать героем, и мне нужно проверить звук. Я немного убавил игру, потому что она была слишком громкой. Итак, новая игра. Играть я буду на геймпаде. Новая игра, новая игра плюс. Нет, новая игра. Уровень сложности обычный для тех, кто хочет сосредоточиться на сюжете. Высокий. Сложность, предусмотренная разработчиками, рекомендована большинству игроков. И очень высокий для тех, кто хочет испытать себя в бою. Почему тогда это не назвали средним? Ладно, выберем высокий. Загрузка. И черный экран. Среди звезд в ночи есть страна, старая, как само воображение. Однажды ночью там появились лабиринты, полные необычных сокровищ и жутких чудовищ. Их назвали подземельями. То были странные, постоянно меняющиеся руины неизвестных земель. Скоро у подземелья образовалась деревня, где поселились те, кого они привлекали. Деревню назвали Ренока. Среди поселенцев сильнее всего выделялись две группы герои-торговцы. Одни искали славы, другие богатства. Но подземелья оказались слишком опасными. Скоро их закрыли. Слишком много людей сгинуло в их глубинах. Жизнь в деревне стала непростой, особенно для молодого владельца самого старого магазина Уилла, что трудился. Уилл давно мечтал открыть таинственную пятую дверь тех подземелий. Слишком быстро здесь текст скачет. Продолжить мне нужно нажать. Это очень странно, я думал еще что-то будет. Но нет. Загрузка. Да, игра вроде как похожа немного на Айзека. Можно я буду уже сам ходить? Да, вот я могу двигаться. Айзек мне вообще нравился. Прикольная была игра. Мне вот пишут буквы. А как это работает? Я это не могу, например, ломать? Вот это само ломается, да? О, ну вот есть перекат. Блин, очень странно. Я пока не понимаю. Ладно, идем. Зато у меня есть перекат, это самое главное. А, вот меня и обучают как раз. Тут просто движение, тут перекат. Ладно. Я-то думал эти камни ломать можно. Мало ли. Стоп. Ясно. А он упасть не может. Я не знаю, или это потому что тренировка, или всегда так будет. Тут у нас что, враг? А, его тоже можно перепрыгнуть. Еее. Идеально. Вообще прикольно. Это что такое? О, я наконец-то могу бить. Что тут еще? Это менять оружие? Можно кулаком бить каким-то. А, аптечка. Ладно. Блин, это все запомнить надо. А чего ты не бьешь-то уже? До этого же нормально все шло. Ты чего? Вот. Что в рюкзаке? Я понять не могу. Я открыть даже не могу. Вот сюда я не могу пойти. Вообще игра выглядит неплохо. Получай, говнюк. Что это такое? Открыть! Это в сундуке лежит? Остатки? Литейный. Стоп. Вот это что? Древний горшок? Ладно, закрой. Сломаем это. Откроем вот этот сундук. Быстрое перемещение. Во! Что это, кстати, такое? Ткань. Корень. Лоза. И насыщенное желе. Желе. Блин, я все забыл. Вы говнюки. А их не пробить. Может, я по сюжету должен сдохнуть? Или эта игра такая хардкорная? Нет. Я буду жить. Нифига себе. С какой скоростью я их убивать-то должен? Ясненько. Мне кажется, я должен сдохнуть по сюжету. Потому что их слишком много, и я их не пробиваю. Нет. Вот отстой. А, или да, вон меня выбросили. О, дедок, привет. Бедный паренек. Совсем один. Отдыхай, Уилл. Теперь ты со мной. Ой, спасибо. Ты так добр, старик. Так добр. Что это? Его магазин? Еще в детстве, когда не ходить ты толком не умел, ты интересовался подземельями. Сомнений нет, ты одержим тем же, чем и старый Пит. Доброе утро. Что наш маленький торговец откусил кусок не по зубам? Уилл. Выслушай меня. Вот суровая истина. Ты последний. Ты последний своего рода, последний, кто остался управлять лунным светом. Нельзя так себя истязать. Рисковать жизнью ради этой бессмыслицы пропятую дверь глупо перестань. Найди пару артефактов, а потом воспользуйся подвеской и покинь подземелья. И кратера ради, прекрати пользоваться своей метлой, неразумный ты парень. Одному ходить опасно, возьми вот это. Когда-то он был моим, теперь мне от него мало толку. Ура, у него будет меч. Ну-ну, вставай. Светло уже не хочу, чтобы ты на весь день магазин забросил. Посмотрим, смогу ли я вти мяшить в твою голову те уловки, что как ты давным-давно усвоил от твоего деда. Какие уловки. О, полная жизни теперь. А могу я сундучок открыть? О, тут есть зеркальце, нифига себе. Он даже отражается. Чтобы успешно торговать, нужно знать два фактора. Нужно знать цену каждой вещи, а также спрос на нее. Давай, открывай магазин, впускай покупателей. Все, он открыт. Продать. Она купила или что? Видел, лучшая реакция, идеальная просто. Предмет не слишком дорог для покупателей, но не слишком дешев для тебя. Не забывай следить за реакцией покупателей. Именно так твой дедушка определял правильность цены. То есть сейчас не понравится и мне нужно будет понизить цену, да? Он недоволен. Думаю, не стоит и говорить, что за предмет этот ты запросил слишком много. Своил урок. И, наконец, следи за тем, чтобы не продавать слишком много популярных предметов. Наполнишь ими рынок, придется снижать цены. Смысл в том, чтобы просить побольше денег, когда на что-то высокие спросы, низкое предложение. Доставай книжку торговца, в ней должна быть записана вся информация, которую ты собрал по найденным товарам и артефактам. И? Где? Как листать? Блин, я не могу листать, что за отстой? Вот и закончился, похоже, день. Я пойду, без меня ты справишься лучше. Вернуть этому магазину блую славу твоя задача, а не моя. Это у тебя в крови, Уилл, не подведи нас. Я пока что советую тебе испытать свой новый меч. Ночью в подземельях опаснее, чем днем, но и артефакты лучше. Главное, слишком далеко не заходи и подвеской пользоваться не забывай. А теперь иди, старь я уже, надо отдохнуть. А я карту-то открыть могу какую-нибудь, нет? Куда мне идти-то? Календарь. Книжка. А как категории эти листать? Ага. Только куда мне идти-то, я не понимаю. Вот здесь какая-то палатка, что это? Подземелье. Ладно, бежим. Давай. Их, наверное, целая куча будет. Не знаю. Так. Это быстрый удар. А, это щит. Теперь я блокировать могу. Я не могу здесь открывать свой рюкзак. А, блин, так можно поменять, на что я нажал. Ладно, идем сюда. Кувырок. Удар. Главное не забывать. Эту фигню я продавать могу. Которая с них падает. Тихо. Я не могу фиксировать цель. Блин, нифига он ударил на двадцатку почти. Да ты инвалид. Почему он такой глупый? Я не понимаю. Это было непросто. А тут нет каких-нибудь потайных комнат? Как бороться? Он слишком медленно бьет. Может мне метлу взять? Да не туда ты кувыркаешься. Да, метлой просто отлично лупит. Блин, он направление поменял. Я думал, такого не будет. Так, у меня хилки есть. Не то. А тут нет какой-нибудь... А, вон есть карта. На что нужно нажать? Здесь нет карты? Вот она. Ладно, идем сюда. Подбираем эту ерунду. А можно мне какой-нибудь пистолет найти? Или арбалет? О! Что это там? Внутрь зайти не могу. А тут, видимо, когда-то были торговцы. Тут записка, что ли? Обращаюсь к тому, кому повезет больше, чем мне. Мое время на исходе. Меня ранило странное существо на другом краю комнаты. Моя подвеска в этой драке едва не раскололась. Но видел бы ты его, ему, смею заверить, досталось куда больше, чем мне. Он застал меня врасплох, когда я наблюдал за ним у комнаты стража. Убегая, он обронил пару предметов. Один из которых это карта, схема. В общем, выходит, я был прав. Меня называли сумасшедшим. Говорили, мол, безумный Пит совсем с глузду съехал. Но я был прав. Каждый страж подземелья должен обладать чем-то вроде ключа. Все они связаны с этой огромной запертой дверью снаружи подземелий. Той самой пятой дверью Риноки. Увы, я уже не увижу открытие двери. У того, кто меня нашел, я прошу прощения за запах. Но схема должна быть где-то рядом. Прошу тебя, открой пятую дверь Риноки. Эти подземелья не то, чем кажутся. Большой босс меня убьет. Я должен их всех выпустить. Теперь надо гоняться за этим странным существом, укравшим мои вещи. А большой босс будет так недоволен маленьким мной. Ну вот, четыре ключа. Что-то выпало. Я могу... Что это? Быстро телепортироваться назад? Использовал подвеску В город Да, и в город О, опять этот дедок, да? А, вернулся юный владелец лунного света. Вроде ты цел. Наконец-то научился правильно пользоваться подвеской. Давно пора, парень. Что это у тебя? Это карта подземелья? Откуда она у тебя? Ты... ты нашел старого пита? Мертв. Ясно, вот что бывает, когда ищешь то, что за этой дверью. Забудь, Уилл. Забери нужные артефакты из подземелья големов. И присматривай за лунным светом. И еще я заметил на доске объявлений предложения, которые могут тебя заинтересовать. Здесь хотят обосноваться кое-какие лавочники, попробуют оживить город. Им, как видно, нужен будет стартовый капитал. Неплохо было бы вдохнуть в Риноку новую жизнь. Да, неплохо. В смысле, мне вложить деньги в каких-то лавочников, и они будут мне прибыль приносить или что? Как это работает? Или я там свои товары смогу размещать? Вложение город-магазин. Так, предметы в этом ящике будут продаваться со скидкой. Это полезный кассовый аппарат, побудит клиентов оставлять при покупке дополнительные 5% чаевых. А вот это что? Это улучшение магазина позволяет торговцам украсить его, чтобы радовать клиентов, а также дает дополнительное место для товаров. Кузня. Деревянная шляпа. А если город? А, ясно. Но у меня нет денег, я ведь бомж. Что скажешь? Пусть сейчас Риноко не так предстоит, как раньше, но все равно многие захотят за сувенирами заходят в подземелье големов. Если повезет, глядишь и из закрытых подземелий что будет. Давай вернемся домой, если это наш дом. Разместить. Вот это что такое? Может пусть будет 120? А вот это... 150. Да нет, 150. Давай откроем магазин свой. А я не могу. Что еще можно? Давай вот это. 140. А, блин, а если много будет, то может им не зайдет. Вот это что? Без понятия, сколько это стоит. Пусть две сотни. Или 150, ладно. Тебя мы уберем. Пусть тоже 150. Еще один предмет можно разместить. Ладно. Это какой-то мусор, нет? Можно, наверное, спать лечь. О, есть свой сундук. А это что? Ладно. Спать. Теперь будем торговать. Зачем здесь календарь? Доброе утро. Что-нибудь интересует? Какие у них здоровые рюкзаки у всех. Смотрим и... Нравится цена. То есть 150... Это отличная цена. Для этой фигни... 130 это много. И для этой 150 много. Да ты чего, блин? То есть сотка это в самый раз? 110. Отлично. Стой, у меня есть еще барахло. 110. Сферу можно продать. Давай также поставим 130, например. Хотя нет. Начнем со 150. Нам нужно копить, чтобы всякую фигню покупать. Кстати, можно еще разместить вот эту фигню. Возможно, мне это потом понадобится все для крафта какого-нибудь. Ну что поделать. Так. Вот это дорого, говорят. За эту сферу много прошу. Как тебе новая цена? У меня есть новые товары. А нет, очки есть. Ну, покупаем, покупаем. Не стесняемся. Очки слишком дорогие. Палка слишком дорогая. Ну что такое? Очки дорогие. Давай понизим цену. Денюшки, денюшки. Что вот это такое? Камни, зубы. Я могу это выставить? Одна штучка. А вот это что? Ну давай две сотки поставим, мало ли. Ну такая фигня, наверное, очень дешевая. Сколько? Две тысячи, блин? А, не. Я думал две сотки за все. Вот так. Да ну сколько эта палка-то стоит, глупая. Можно мне рюкзак побольше? Слишком дорого для этой фигни, да? И для этой палки. Давайте покупайте, и я пойду. Все, задолбали. Ну герой похож на старика какого-то. Только попробуй не купить. В смысле? Эта палка вообще что ли ничего не стоит? 150 не устраивает цена. Ну давай сотку поставим. Посмотрим. 110. А что ты хотел купить? Очки эти? Я уже задолбался цену понижать. Покупайте давайте. Или валите из моего магазина. Я надеюсь, цены-то сохраняются. Это все равно слишком дорого. Что за бомжи? Вот это слишком дорого. Я тогда сейчас просто магазин закрою, уроды. Сколько можно меня разводить? И... Покупай! Козлы! Очки, давай! Все, устраивают эти линзы. Продано. Деньги, деньги. Мне бы 800 монет. Там за 800 что-то можно было купить. Давайте, покупайте. Еще немножечко. Вот эту вот фигню купите. Сферу какую-то. Я пока новые очки размещу. Да, цены сохраняются. Ну? Все, я закрываю магазин. Валите отсюда. Задолбали. Не, какой спать? Я могу все переместить? Отлично. Я хочу еще в подземелье сходить. А я могу здесь драться? Могу. Доходим. У меня же деньги не пропадут, если я умру. Блин, это лучшее оружие. Меч такой короткий. А метлой своей вон он как раз кидывает всех. Сейчас этого загасим. Из него так много всего выпало. Серьезно? То есть... А это что такое? Это в город, наверное, или что? Да залезай. Книга какая-то. Стоп, это портал. А вот это что? Почему, почему у нас продолжают пропадать инструменты? Залы с драгоценными камнями не тронуты. А комнаты и сундуки с самыми простыми инструментами все исчезают. Так, стой. Да, я туда еще не сходил. Тут, наверное, тупичок, я думаю. А он не будет сюда стрелять? Все, это забираем. Я отсюда отлично достаю. Не торопиться некуда. Они немного ползут ко мне. Очень медленно. Тихо! Что за фигня? Нифига себе, блин. Отвали! Говнюк. Мы это все подбираем. Эти лужи еще меня и тормозят. В придачу. А можно мне какой-нибудь меч, который будет по кругу бить? Это было бы очень удобно. И хотя бы на 180. Да нет! Тут вот он пока полностью атаку не проведет. Он не переключается. И это не особо удобно. То есть надо заранее все рассчитывать. Это что такое? Ткань. Стоп. Забирай все. По сути, я свалить отсюда вроде могу, да? Тут у нас что? Сегодня я сделал первые шаги в эти таинственные подземелья. Они были обнаружены неподалеку от Риноки. Маленькие невероятно милые деревушки к северу от кратера. Это довольно уникальное явление. В подземелье может одновременно войти любое количество искателей приключений. Но ни один из них не будет ходить там вместе с кем-то еще. Похоже, что эти подземелья образуются вокруг единственного входа. Уникальный лабиринт для каждого человека. Двух одинаковых лабиринтов не бывает. Хотя здесь напрашивается вопрос. Если в подземелье в данный момент никого нет, существует ли оно вообще? Вопрос действительно непростой. Много людей сейчас стремятся с этим подземельем... К этим подземельям стремятся найти там сокровища, абсолютно не обращая при этом внимания на враждебных существ, обитающих внутри. Все это лишь ради... Толики, золота и славы. Но я не такой. Нет, для меня главные ответы на вопросы. Откуда взялись эти подземелья? Почему они постоянно перемещаются и изменяются? И почему они полны невиданных прежде сокровищ? Меня не интересует вопрос что. Меня интересуют вопросы как и почему. У тебя тут ничего нет. Ладно, идем. Вот это что? Фигня какая-то. Теперь возвращаемся туда. Стоп! Я здесь не был или был? Использую зелье. А ну не подходите! Уроды! Все это ломаем. Там может быть что-нибудь полезное. Все это забираем. Почему бы и нет? Карта. Карта. Так. Ладно. Бей, бей, бей! Босс какой-то. Мини-босс даже. Ничего полезного не выпало. Бывает. Теперь бежим обратно. Я хочу все здесь исследовать. А, вот, хилит. Нифига себе. Я не знал. Да е-мое. Если бы знал, я бы не использовал зелье. Дохни, 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 дохни. А ну, умирай. Молодец. Блин, классная игра. Мне нравится. Я ее обязательно пройду. Все здесь упало. И я взять не могу. У меня инвентарь заполнился. А я смогу сюда вообще вернуться-то? Блин, серьезно? Вот это что такое? Кристальный камень. Вот это мусор. Камни-зубы. Давай поменяем. Блин. Вот так. Да не так! Боже. Потому что эти зубы еще и дешевые. Я за сотку ставил. Никто не покупал. Это наверху должно стоять? А вот это? Вот. Неизвестно. Не буду я телепортироваться. Я надеюсь, здесь скоро будет конец. Вот и все. И что вот за секрет? Где он был? Вот здесь? Может, надо упасть? Бред какой-то. Может, это и не в город? Кстати говоря. Я только сейчас подумал. Я сейчас окажусь в городе, да? Если да, очень обидно. Нет. Да. Я так и подумал. То, что я тогда случайно упал. Может, это вовсе не случайно. Только вот места у меня нет. Ох, нифига. Что это? Эту фигню вообще убить можно, нет? А если мечом? Ладно, убьем этого, например. Может, этого нужно заставить упасть? Эй, дуралей. Как-то не похоже. Может, пусть сюда врезается? Или вот сюда? А как с ним драться-то? Я ему урон не наношу. Вот в чем смысл. Могу я дальше пойти, блин? Давай, иди сюда. Иди, иди. Иди. Да, блин. Не, ему вообще по барабану. Серьезно? То есть, он устает? Золотые руны? Желе я уберу. Нафига оно мне нужно? Да какое? Написано же в верхней или в нижней дне. Сломанный меч. Все, барахло оставляю. Хорошие вещи забираю. Да нет, не дохни. Это что за газовик? А тут нет навыков каких-нибудь. Вот тут уже посложнее. Только я сюда приперся. А мне места-то нифига нет. А потом, наверное, сначала придется. Корень мне не нужен. Эту книгу тоже. Не могу поместить. А почему написаны? Я могу это соединить или что? Инструмент. Я даже не знаю, вместо чего брать. Тут так много всего. Вместо этого барахла возьму. Ладно, идем дальше. Я вот не знаю, если я телепортируюсь, я смогу сюда вернуться. А как мне с ним драться-то? Ясно, он опускается в какой-то момент. Если я сдохну, я все уроню, да? Я все уроню, я так и думал. Серьезно, я все потерял? Боже, это жесть. Я думал вернуться в город. Чтобы все это продать. Но, блин. Этого не сделал. Я подумал, что не смогу вернуться. Давайте зайдем, посмотрим, что у меня тут. Все профукал. А мог столько денег поднять. Вот она, жадность. Там слишком сложные были враги. Думаю, это можно закончить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok